Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Ретроградная Венера с 13 мая. Сегодня мы с вами поговорим про любовь и отношения. Месяц мая, как вы уже заметили, не самый ласковый, возможно, но полезный и дающий много возможностей. Три важных планеты Сатурн, Венера и Юпитер уходят в этом месяце в ретроградное движение, а это значит, что нам предстоят судьбоносные ситуации. Неожиданные встречи и события, причины которых зачастую находятся в нашем прошлом. С 13 мая планета любви Венера начинает свое движение в обратном направлении. Ретроградные планеты всегда показывают нам наши кармические долги. В такие периоды к нам возвращаются наши недоработки, непройденные уроки и незданные экзамены из прошлого. Венера отвечает в нашей жизни за отношения, в частности, и в браке, а также покровительствует обучению и творчеству. Поэтому в ближайшие полтора месяца мы будем смотреть на мир через очки любви. Это значит, что все ситуации, так или иначе, будут касаться отношений, чувств наших партнеров. Задача Венера состоит в том, чтобы помочь человеку прийти к верному пониманию счастья. В понятиях материального мира счастье – это удовольствие. Удовольствие от всего, что предлагает материальный мир. Деньги, роскошь, комфорт, наслаждение едой, напитками, драгоценностями, одеждой. Но привязанность к исполнению материальных и чувственных желаний – это путь, ведущий к духовной деградации и последствия разочарованиями и страданиями. Ключ к счастью находится вне материального. Таков главный урок Венера. В ближайшие полтора месяца нам, как никогда, важно осознать это. Венера олицетворяет любовь. Под любовью большинство людей, как правило, подразумевает романтическую сторону отношений. Однако истинная любовь не имеет ничего общего с материальной реальностью. Она прежде всего духовна и безусловна. Главное ее качество – бескорыстие. В период ретро-Венеры наша задача – научиться любить бескорыстие и безусловностей. Все ситуации будут учить нас этому. Будем же благодарны прекрасной Венере. Отношения – это не то, как относятся к нам. Это то, как относимся мы. Ведическое имя Венеры – Шукра. Переводится как «великолепие», «блеск», «чистота». Шукра учит нас милосердию, прощению, дает чувство прекрасного. Под действием ее энергии мы обретаем способность искренне и бескорыстно любить, прощать, дарить душевное тепло и доброту. Ретроградное положение Венеры может давать сомнения в себе или в партнере. Многие будут склонно отправиться на поиск идеальной любви и романтики. Но не рекомендуется немедленно разрывать существующие отношения и бросаться на поиск новых. Помните, это может быть иллюзия. И впоследствии о поспешных действиях можно пожалеть. Во время ретроградной Венеры не рекомендуется покупать автомобиль, так как ее движение является неблагоприятным для приобретения транспорта периода. Подождите до конца июня. Очень многие говорят, что нельзя заключать браки. Однако хочу заметить, что не все так однозначно. Если вы планируете официально оформить отношения с человеком, чувство которого проверено, времени, если вы знакомы давно и это не брак по расчету, то можете смело играть в свадьбу. Если же вы знакомы недавно и недостаточно хорошо знаете друг друга, а предложение руки и сердца сделано в порыве горячих эмоций, то подождите как минимум до конца июня. А еще лучше до конца сентября, когда и Сатурн вернется к своему обычному движению. Слабые стороны в период ретроградной Венеры. Напряженные ситуации в семье. Нехватка взаимопонимания между партнерами. Склонность требовать от партнера повышенного внимания. Обидчивость. Придется снять розы очки тем, кто находился в иллюзии по поводу отношений. Возможны финансовые потери в случае, если мы излишне привязаны к материальному. Сильные стороны в период ретроградной Венеры. Появление особой искренности и теплоты в отношениях. Укрепление настоящих чувств. Рождение вдохновения в творчестве. Создание уникальных произведений. Обретение понимания настоящего счастья. Освобождение от прошлых привязок, обид и ненужных привязанностей. Всем желаю благосклонной царицы Венеры. Пусть ваше сердце бьется счастливо. Помните, что с нами остается то, что мы готовы отпустить. А настоящей любви не страшны никакие ретроградные планеты. Субтитры создавал DimaTorzok